Друзья, привет! Сегодня поговорим про важную тренировку, мегаволанная тренировка. Начнем с того, что мегаволанка это обычная интервальная тренировка. Она называется так потому, что интервалы работы и интервалы отдыха у нее заранее определены. Ну, или примерно определены в нашем случае. То есть мы получаем возможность имитировать игровые ситуации и контролировать два основных параметра в нашей игре. Это темп и время под нагрузкой, в которой находится спортсмен. Однако важно понять, для чего нам нужно играть и изменять эти параметры. Увеличивая либо уменьшая время, находящееся под нагрузкой, мы можем влиять на спортсмена, на его энергообеспечение во время того или иного упражнения. К примеру, очень короткие интервалы, где спортсмен должен выдавать максимально возможное, даже немножечко больше силы, скорости и реакции. Стоит обратить внимание, что в такой тренировке, когда мы используем очень короткие промежутки на максимальную скорость, будет нарочно немного техника выполнения удара. Однако здесь будет являться важным фактором работы на максимальной мощности, на увеличение скоростных и взрывных способностей спортсмена на коротком промежутке времени. Следующий вариант многоваланной тренировки, это когда промежуток работы немного увеличивается, к примеру, до 30 секунд, что примерно является продолжительностью довольно-таки неплохого розыгрыша в бадминтоне. И здесь уже, несмотря на то, что до сих пор мы имеем большую скорость, и игрок должен сосредотачиваться на максимальных взрывах, на максимально высоком обработке валана, Также очень важна техника выполнения ударов и техника выполнения перемещения. То есть мы должны соблюдать оптимальное движение, максимально качественные удары и при этом соблюдать высокую скорость работы. Эти два скоростных упражнения призваны повысить ваши скоростные возможности. Мы включаем высокопороговые мышечные волокна, которые дойдут вам именно максимальный взрыв во время матча и возможность эти взрывы использовать как можно чаще. Режим работы обычно до 30-40 секунд. И важный момент. Перерыв между подходами должен быть не менее двух, а то и трех раз больше, нежели режим работы. То есть если мы работаем 30 секунд, то отдых должен быть как минимум минута, а может быть и полторы. Поэтому целесообразно применять такую многоволанную тренировку, набрасывая, к примеру, одновременно троим игрокам. К примеру, они просто крутятся постоянно, работает один, следующий заходит сразу игрок, и следующий заходит сразу игрок. Таким образом мы получаем некую карусель, когда, в принципе, примерно люди работают одно и то же время и отдыхают всегда, несомненно, больше, нежели работают на эту взрывную, скажем так, на эту взрывную мощность. В ином случае, если человек будет отдыхать очень мало, то он не сможет выдать максимально возможные скоростные показатели на этой тренировке. А это означает, что он не сможет сдвинуть себя, скажем так, с мертвой точки, то есть не сможет поднять свои скоростные силовые показатели в данной тренировке. Поэтому определяющим моментом является здесь максимальная мощность, максимальная скорость. Продолжение следует... Друзья, хочу сказать один момент. Все, что я говорю, это лично мое субъективное мнение, основанное на моем опыте. И ваше дело либо прислушаться, либо сказать, что вам это не подходит. Вот и все. Так что желаю хороших тренировок и удачи на связи. Пишите комментарии, подписывайтесь и ставьте лайк.